Гаварджоба Генацвали, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Грузию на последнем уровне сложности, на божестве, в Сидмейр Стивилизейшн 6 Газерин Сторм, на карте расщепленный Фрактау, с очень неприятными условиями, хотя вроде как ничего так. Ну, в любом случае, если вы не видели первую серию, случайно наткнулись на это видео, то перейдите к ней, ссылка есть в описании к этому видео, о, смотрю, Казбек дымится, либо в правом верхнем углу появлялась, всегда лучше смотреть с самого начала, ну и напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу. В конце прошлой серии, монгол напал на Вавилон, я пытаюсь, в общем, пытаюсь как-то под шумок самому, может мне сюда, правда, ладно, пока тут встаю, я надеюсь, что с вечным ходом смогу Вавилон как-то дозахватывать, пока он тут своими ребятами будет мочить. Так, уголь у меня накапливается, отлично, я иду в меркантилизм, чтобы начать обрабатывать тропические леса во все, а так-то у меня, смотрите, все клетки обработаны, хотя вон надо канди, канди пообрабатывать, тут кутаиси еще, холмик в принципе, давайте сюда пойдем. Так, тут идем, плаваем территорию, открываем, стою дома, ну, у меня, к сожалению, нету селитры вообще, то есть я никак не могу, например, использовать мушкетеров или выйти в них, ну, я в них вышел, вон, я в них иду, даже. Ну, каменоломни, чтобы производство давали, пускай так, что-то там. Ну, вот я не понимаю, почему шумер никак с этими варварами не хочет разобраться. О, у него еще и тут поселенец, его, наверное, заберут, кстати, этого поселенца, скорее всего. Давайте я тут полечусь, а этого парня отправляем в наши города. Так, а тут я открываю территорию Китая, чтобы не было куда караваны отправлять. Здесь мы все посмотрели, в принципе. Давайте вниз сплаваем. Ну, такое ощущение, что мне реально повезло с территории внезапно. Потому что я смотрю, у остальных-то... Не так много места на суше. Так, кампус закончили. Мастерскую или... Давайте, наверное, я буду библиотеку строить, а мастерскую я тут куплю. Так, сделаем. Так, у халкалаки у нас готов... Маячок. Сколько тут стоит торговца, мы здесь купим. Просто. А... Строить будем... Верфь долго. Ну, в принципе... Ну, мне жалко, честно говоря, бананы убирать ради акведука. Так, я, наверное, не буду акведук уже строить. Жилье тут есть. Нету смысла... Найти строителя. Скоро нам понадобится все вот эти тропические леса обработать. Вот, сейчас давайте поддерживать больше торговых путей. Так, ну, энергия у меня появится. Это надо, кстати, угольные... Кстати, угольную надо здесь вот купить просто... Ладно, поехали заканчивать ход. Смотрим за Вавилоном. Так, я, наверное, не смогу... ...его захватить этим ходом. Но и монгол следующим не сможет. Так что надо подходить потихоньку. Ведь он еще выздоровел. Так, каменолом мне дают производство. Давайте. Подходим. Не хочу обстреливать, опять же. И он как раз не вылечится к следующему ходу. Но... То, что я осадную башню тяну, это бессмысленно. Тут же стен нету. Смотри, вообще, как это вот у монгола выглядит, что у него тоже дофига места. Поэтому, наверное, один из лидеров. Так, из Ахалкалаки. Ух ты, Кашгар сколько. Ну, давайте в Кашгар. Так. Что нам надо дальше? Сколько вообще до следующей эпохи? Дофига. Двадцать два хода. Что я вообще хочу здесь сделать? Надо ли мне пытаться захватывать кого-нибудь? А если да, то кого из соседей? Два арбалетчика. Астрономия. Бонус соседства. Ну, банковское дело как-то мне не особо. Осадная тактика. Ну, наверное, по верхней ветке пойдем опять же. Пошли вот это откроем. Там дальше в электричество, наверное. Шанхай. Ну, я не знаю. Вот как-то... Почему-то компьютерные соперники в этой партии не особо блещут развитием. Фига, ты меня осуждаешь. За что? Ой, там было написано, за что. Так, а этот? Претензии другим игрокам предъявил. Так, вообще следим за... О! Ну, слушайте, должны взять. Нет. Конечно, мы углем не торгуем. Мечник, правда, не сможет атаковать. Ес! Блин, мне так понравилось, что я в этой игре два города-государства за счет компьютера, считайте, захватил. Просто вообще. Просто кайф. Театральная площадь. Да, конечно, мы Вавилон сохраняем. Монумент ремонтируем. Амбар. Кампус. Вот как я и хотел, чтобы как выглядела грузинская империя, так она и выглядит. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять городов. Вот. Вы представляете, вот если так в сетевой игре поступить, то, конечно, соперники бы очень возмущались. Ну, конечно, это вообще просто некрасиво. Но против компьютеров, у них даже, наверное, и претензии какие высказывать мне не будут. Что я там Канди захватил, что тут Вавилон. Ну, нормальные места, кстати, у Китая тоже. Так, тут, тут, тут. Наверное, туда вверх поплывем. Как-то уже все исследовали. Да, конечно, цвета Германии у Польши меня немного смущают. Так, это я фабрика в Талаве построил, да? Так, это я фабрика в Талаве построил, да? Верфь одно производство даст, угольное четыре. Ну, давайте угольную. Тут археологический. О, венецианку могу. Блин, я хочу тут венецианку. Ну, давайте сначала фабрику. Может, мы ломанем инженера. А мы его ломанем. Три хода как раз. И вот этим инженером мы венецианку сделаем. Потому что на такой карте явно... Так, мы еще можем... Так, откуда я хочу караван отправить? Мы можем еще один караван сделать. Из Талави в Урумчи. Давайте лучше из Тбилиси в Кашгар, чтобы производство шло. Ну, то есть, если я тут венецианку... Я все равно не смогу одним этим великим человеком закончить венецианку. А на сколько вообще производство? Она у нас будет 460. Видите, а там... 157. То есть... Еще два хода. Ну, то есть, половину только производит. Не два хода, а половину. Так, Бенгалов в Тбилиси прибыл. Можно расти. Ну вот, давайте смотреть. 118 науки. На втором месте внезапно Монгол. Вообще не научная обычная цивилизация, да? Ну и Шумер. Я удивлен, что у бразильца мало науки. Обычно он, если он есть в игре, он и Корея прямо улетают. И по культуре. По культуре я вообще лидер. Внезапно. Такое ощущение, что все компьютеры... Ну, так-то по дереву впереди бразильцы, но такое ощущение, что на науку забили просто. А что там с заданием у Махенджи Даро было интересно? Так, ладно. Что у нас тут стоит? Все вроде... Первый посол надо убрать, конечно. Торговый путь. И видите, вот эта способность Грузии, несмотря на то, что я в Золотом веке, я все равно получаю бонусы за устремление. Это способность именно Грузии. Ну, рапануэ... Точнее, Моаи. Не хочу. Хочу производства здесь. О, бразилец. Ну, бразилец осуждает явно, потому что я в друзьях с Китаем. Так, испанец хрен знает. Что за какие претензии кому предъявлял, интересно? Так, пошло осуждение со всех вокруг. Да ладно. А где... Я думаю, что это, кстати, захват Вавилона, да. Потому что и захват Канди тоже дает осуждение. Ну, было. Сейчас Вавилона это еще осуждение. Добавила. Так, тут найдены источники. Давайте. И здесь. Ну, тут у Мали, конечно, деньги будем. 560 монет можно украсть. О, Нубию встретили. Две пустынные цивилизации рядом находятся. Прикольно, что у Нубии 57-17. Да, все, все очень грустно, конечно. Так. Из Кутаиси в Кашгар давайте отправим. Ну, так и бегал, в общем-то. А, Варумчи побольше. Ну, побольше, но производства меньше, еды меньше. Лучше в Кашгар. Так, из Тбилиси я тоже в Кашгар хотел. Или, может, давайте, может, китайцу. В общем, еще союзы работают с этими ребятами. Четыре хода Монгол. Четыре хода Китая. Давайте пока китайцу. Не там одинаково, что туда-что туда производство было. О, Алмалык открыл. Ну, мне надо открывать все эти города, чтобы больше было вариантов, куда караваны отправить. Блин, неужели тут не будет проплыва из одного? Ну, вот тут, может, надо будет глянуть. Так, тут ничего интересного. И тут следующим ходом... Ну, тут, наверное, вот это надо будет все-таки вырубить для производственного района. Но сначала давайте просто... Просто эти поставлю... Лесопилки. И начинаем кампус. Все-таки на плюс четыре. Все-таки на плюс четыре. Так, где у нас тут дальше города? Руставия. Так, тут, наверное, нужно построить рабочего. Потому что, видите, тут тоже надо обрабатывать. Тем более, лян у нас. Универ завершили. Угольную. У меня еще очень много в городах клеток не обработано, конечно. Этим надо заняться. Так, Пруставия. На производство. Вавилон. На производство и так стоит. Анкарват построили. Интересно, там проекты никто не читает на... Не-не-не. Уголь не продается. Моя дерзость, блин. Мы с тобой встретились. Ты даже не знаешь, где я нахожусь, небось. Моя дерзость. О, скифы. Ну, мы видели, что там скиф... Скифы с кем-то... С кем-то общались. Мы видели, что они есть в игре. Блин, монголы и скифы. Кстати, прикиньте, я был бы в соседях у монголов и скифов. Вообще было бы... Жесть. Так. Рисопилка в терапических лесах и каперы. Ну, каперы уже после... После, конечно, когда венцанку построим. Так. Шпионы, наверное, не нужны. Давайте, наверное, строители получают два действия опять. А тут... Мне не надо улучшать. Давайте содержание. Я, может, углянь... Ну, у меня сейчас угля немного будет тратиться пока. Я там некуда особо... Электричество девать. Какой следующий инженер? О! А, The Lovelace. Не, вот этот, конечно, хорошо мне попался. И он у нас будет на... Венецианочку тут работать. Я бы тут еще после строительства фабрики купил угольную. То есть, надо на это деньги покопить, я думаю. Эхм... Эхм... Боже, тут кампус на плюс пять, да? Сфигеть. Отлично, правительственная площадь поставлена. Ну, компьютер вообще, по-моему... Я вообще не видел еще ничего, чтобы компьютер нормально ставил правительственную площадь. Вот что... Эээ... Что мешает... Программистам Фераксис... Я не говорю... Прям идеально играть. Но что вот... Мешает им заложить вот эту идею ромашки в головы компьютерных игроков? А так, правительственная площадь вообще всегда она как-то отдельно у них стоит. О! Отличная. Ну, хоть какие-то районы соседствуют, между прочим. А у Китая просто отдельно. Так, куда поплывем? Сюда поплывем. А, блин, у меня тут есть корабль. Тогда нету смысла. На самом деле, тут мы через Турцию не проплывем. Ладно, сюда давайте отправлю. Будем просто открывать все возможные клетки. Ну, кампуса тут нету вменяемого, да? Акведук. Какие чудеса мы тут можем? Рурку можем. Но это... Слабенький. А в Каспи... Во! В Каспи надо Рурку, конечно же. Единственное место вот тут. Ну, да, вырубим рис. Ну, что поделать. Тут Рурка тоже будет офигительно. Венецианка. Потому что это, по-моему, самый производственный город сейчас. Ну, может быть, я просто эту караван отсюда отправил. Но если брать чисто клетки, чисто по клеткам, то, конечно, Каспи самый производственный. Ммм... Ладно, угольную. Я везде угольные поставлю. И просвещение, да. Пошли в просвещение. А здесь... 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 Ну, блин, в самолеты идти, наверное. Даже может прям... Не, ну... Электричество нам все-таки надо 3. Блин, и тут надо чудо построить. Тут просвещение открыть. Ну, вот как раз просвещение откроем. И чудо, я надеюсь, что Рурку... Не Рурку... Венецианку либо Рурку. Блин, а Венецианка не промышленная эра. Пирамиды только сейчас построены. Мы уже там в классовой борьбе. Ну, это дефицит энергии, потому что нету еще ни одного... Ни одной угольной электростанции. Только поэтому... Так, а нам кля... Алиянори тоже видим? О! Мы с нубией встретились прошлым ходом. Ну, вот серьезно. Как так можно? Вы хоть... Хоть дайте компьютеру там... Ходов пять обо мне что-то узнать. Почему он следующим же ходом... Объявляет войну? О! Класс! А мне тут дамба. Ущерб предотвращен. И повышена плодородность трех клеток. Зашибись. Так, для какого города мы эту клетку отдадим? Наверное, для Каспи. Он у нас... Так, но я еще хотел, правда, угольную станцию купить. Сколько они стоят? Шестьсот. Блин, ну не хочу тогда, я подожду. Мне кажется, важнее в Тбилиси угольную станцию купить. Давайте, может, тогда мы тут рис будем убирать. А как раз в следующем ходе, я думаю, тут рурку начну строить. Так, библиотека, угольную. И театралочка у нас вот сюда встанет. Сейчас я уберу тут рис, пойду. Давайте, чтобы не забыть на всякий случай. Тут у нас еще у нас театралка. А тут у нас... Рурочка. Припи ко мне, рурочка. Угу. Ну, тут зенецанка где-то в каком-то из клеток. Так, в Каспи он добегался. Давайте в... Давайте в Каракорум. Если эти ребята продолжат вообще со мной дружить дальше... Ну, у монголов довольно много претензий. У Китая, кстати, поменьше. Так, Гуарулис отвалился по лояльности от бразильца и присоединяется к Хмеру. Нормально вы там играете. Нормально. Ничего не могу сказать. Так, поехали. Австралия еще есть. Ну, Австралия тоже обычно офигительно развивается. 83-22. Я даже не знаю, кто тут сейчас моим соперником. Монгол? И Китай. То есть, как раз мои соседи лучше всех и развиваются. Но, блин... Помните, как обычно мы находим, да? Какой-нибудь компьютерного соперника. У него там в два раза больше науки, чем у меня. А тут все как-то... Не очень. Фабрику. Маяк. Так, ну и как тут кампус? Плюс 10. Ну, плюс 5 и за соседство кампуса сверху еще. 150 науки. Просто 150 науки. Давайте посмотрим, что здесь. Поплаваем. Чингисхан Кабулу объявил войну. Модемки, милетинг хеп, ахенкар аквам и мухтелеф. Ты меня осуждал, а теперь восхищаешься тем, что у меня население в гармонии. О, там какой-то город-государство, кстати. А, ну да, это ж... А вот и электричество появилось. просвещением так это нафиг надо ну надо бы конечно рационализм поставить давайте поставим рационализм вместо республиканского наследия 150 кстати немного не совершенно немного добавилось вырубаем тут рис и начинаем рурку строить нехватка счастья началась могу ли я с кем-нибудь коте встретил кучу народу может кто поторговать слоновая кость чингисхан меха скиф это лучше соски со скифи кофе и черепахи на меха и этих о о это очень хорошо и 20 золота вход еще за это нормально приятно иметь со скифи и дело я ну-ка было бы надо конечно забирать это я согласен с чингисханом боже дубинами нападает цивилизация которая примерно со мной наравне в науке идет так давайте тут театралку пора уже заниматься и культурой тоже банка и верфи наверно в мехико 2 отправим мастерские практически во всех городах хороший прирост производительности будет так залучено я бы сейчас по городам пройтись в конце хода у нас счастье пропала а китай воюет с бразилией да нет нет с кем бразилия то есть бразилии уже ни с кем не воюет с хмером понятно конечно когда у тебя по лояльности города переходят из-за цветов мне постоянно хочется турка финики называть так в белисе фабрика завершена строим венецианку наверное вот здесь в случае если я захочу вот тут например ну тут котей на колосс ну кстати вот тут может быть театралочку если что построить здесь покупаем угольную и где наш инженер где он появился а вот он отлично очень быстро пусть и может мне тогда второй заряд идти на рульку использовать так вавилон просвещение открыто 7 разных спец районов это все вряд ли если чудес создание строителей давайте естественную историю пойдем тем больше у меня по моему археологический музей есть или нет или вообще театралка где-то была одна а я тут уже отбились и построил 5 театра до археологический как раз как раз можно вырубить будет этим рабочим как раз можно вырубить будет этим рабочим выстрел гаурульюса какие-то великие умы твои империи при о тоже австралия прошлым ходом встретились этим ходом обвинили меня за ши бить эти вот мест кристины я и леоноры не портятся отношения думаю можно попытаться с ними хотя бы отправить к ним этот 724 золото с пионерил у мали посольство к ним отправлю а кстати так можно и к моим дружбанам тоже так посольство посольство сюда и в китай из билиси в каракорум бегал теперь давайте в уланбатор все на производство 4 хода я думаю достроиться и так давайте уже эту клетку выкуплю точно не досталось монголу так здесь можно в очередь сразу театральную площадь ставить поехали добивать проведение диверсии на производство срыв ракетостроения на родной территории давайте пока прокачивать и из руставе ух ты врумчи давайте на деньги наверное почему нет так по городам надо не забыть пройтись по-моему в прошлый раз забыл сейчас почему тут акведук поломанный задание снизим ничего интересного валенсия отваливается полая но обратно кати к испании ну там конечно алейнора наверно крис ест а вот почему испания так отваливается постоянно вроде как то место есть театр университет так пройдемся по городам как я и говорил еда производства все верно а уберем наверное так вот все катиналки и нету здесь еда производства ну кстати нет давайте на производство потому что нету куда расти пока есть тоже чисто производство а тут обратите внимание что здесь в этом городе в предыдущем специалисты дают больше производства за счет энергии кстати у меня не прибавляется уголь может кстати и карточку можно поменять так тут на производство надо на еду тоже поставить только как то уменьшается ну видите рис вырубил нехватка еды пошла ну пока ставлю на еду ладно так здесь вывел он тоже может вырасти 159 у второго места 126 сейчас еще глянем как оно по количеству технологии по дереву технологии мы к этому другую рулишь к хмерам отойдет нескоро так закончились союзы интересно кто продлит из них одно золото в ход ну такой такой я готов заплатить так да готов смотрите монгол вовсю со мной дружит два золота в ход тоже нормально так отлично все союзы продолжены могу ли я с кем-нибудь еще поторговать слоновая кость но я там видел вот хлопок хлопок со швеции а у нее есть к сожалению черепаха ладно еще какие-нибудь варианты цитрусовые у олен по-моему черепахи вообще у всех есть самый распространенный ресурс да на такой карте и они против черепах голосовали помните вот прошло что типа черепахи не дают вообще никакого счастья потому что они есть у всех это вот компьютер так отлично просто действует не могу попросить проход у кхмера потому что он меня осудил когда кто-то осуждает то с ним уже о проходе не договориться так ускоряем венецианочку ох если я не венецианочку а рурку если я и то и то построю это просто будет это лучшее чудеса на производ ну как рурка просто лучшее чудо на производство а венецианка слишком много ну то есть вам не надо строить корабли считайте в большом количестве тун ляо название китайское немного так так мы тоже все посмотрели о можем тут еще проплыть ну вот выглядит так что видите у них мало мало территории просто у нас тут вот как бы она есть и у меня и у монголы и у китая видимо поэтому мы лидируем по показателям так укупы я тоже не смогу попросить правого прохода ну кампус готов давайте библиотечку потом верфь с радостью приветствуем делегацию скифов что построили что построили кота куин и темпло майор нормально это мне особо не надо засуха что он кстати ничего от засухи ну как бы минус еда добавляется там проблема и так особо немного еды было о рыбацкие суда плюс производство два посла есть да ну не знаю пока никуда не хочу отправлять кстати ни одной научного города государства пока я не вижу ну вообще был вавилон да сплыл кто-то его захватил как же это все произошло так ну тут по моему ничего у меня не поломано засуха что она ничего не ломает она просто снижает еду в этих клетках поэтому пойдем обрабатывать так а здесь пожалуй стоит у этих черепашек обработать а монгол со скифом не воюют в случае нет ну сейчас кем-нибудь воюют алейнора скупы но они как-то далековато алейнор вообще со всеми воюет со всеми соседями никто не любит алейнору ну крита понятно у нее города отжимают бразилец с кмером испанец с крестиной австралия ну вообще и да войны идут прилично так так можно чисто на производство кандидат на производство блин хорошо монголия ой монголия Польша меня вроде не осудила с ней мы можем вроде как договориться о проходе одиннадцать золота в ход нет хорошо может за какие-нибудь ресурсы за лошадей например о готово нормально ну нафига мне лошади видно у меня скоро самолеты да и Польши нафига лошади я не понимаю 170 науки 100 культуры ближайшие ну это реально мои соседи единственные кто нормально развиваются он еще мали кстати что-то начал делать более менее так канди угольная достроилась да о может тут чеченицу построить тут кстати нормально будет давайте вот сюда тогда здесь театралочка нормально зайдет с соседством с акведуком с промышленной зоной о о тарковца можно откуда у меня не бегать давайте из Вавилона отправим и хорошо ладно а какие тут у меня самые как у меня самые выгодные на деньги из из Телави вурумчи ммм ну давайте ладно не вижу причин почему меня отправили такой крутой караван почему там этот Вавилон дни Вавилона прошли блин а чушь Валентия то отвалять я не понимаю что тут такое рядом что прям неужели прям от Кристины такая лояльность прям валит мониторы пострадал от стихийного бедствия не буду помогать ах вы гады это кто предложил не ну эти союзники наверное мои не могут вступить в этот кризис а вот какая нибудь Бразилия так и где это стихийное бедствие это вроде не мои границы не мои границы ну какая тварь голосовала Педру и Кхмер вот вы уроды а ну прям даже интересно как они будут тут на меня нападать даже вот я даже рад это еще при том что им наверное Китай и Монгол сразу объявили нет не объявили через кризис не объявляется ну вообще логично селитру мне конечно никто не продаст чтобы я мог мечников апнуть ну тут какой-то шведский флот не маленький блин так я тоже все исследовал своим кораблем поплыли сюда тогда так 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 и стлаве в урумче я хотел надо возвращаться этим ой вот это я неудачно встал арбалетом не знаю умрет ли он но но только он будет еле живой это точно так тут немножко осталось до кругосветки но я оставшиеся очки эпохи вообще-то получу за строительство чудес венецианка и рурка аа ааа чеченицу построил ну вообще она давно висела конечно было бы странно если бы я ее построил на ладно еще другое мы будем строить и кстати хорошо что так это можно убрать значит хорошо что тропический лес никуда не делся килокисивание кстати килокисивание неплохая штука панамский канал между прочим могу вот так постойную другой стороны зачем андроте строители здесь делаю в кутаиси давайте давайте университет потом художественный население 0 1 клетка повреждена это лошадь то есть слабое извержение было повышена урожайностью 2 у трех клеток то есть по идее монгол ну нет ну блин к же так встал то неудачный я почему-то думал что это границы ну так выглядела как будто границы монгола конечно неудачно неудачно 2 и точки так че хочу очки чтобы удваивались вообще как кого-нибудь все накапливается 22 инженер ну торговцев и точно нету то с учеными 83 значит проекты читаются раньше компьютер даже не умел проекты читать 14 эти инженера проголосуем но я не думаю что это пройдет правда компьютер любит за всякую фигню голосовать ну а тут не знаю за разведчиков там даже интересно что пройдет в итоге и венецианочка так не начисляются великого художника отлично и и ближний бой плюс 5 так в общем то можно два капера тут организовать организовать раз такое дело ну чтобы ускорить там так а здесь авиацию отложим потому что она сейчас откроется давайте как раз в электричество пойдем сейчас я застрою рубку и она откроется уже нету клетки не понятно какие клетки обрабатывать все обработано вот она это же здорово так где тут килово кисеване у меня вот здесь да я вот эту бы вырубил и сюда поставил килл киллу давайте еще одного строителя сразу время выполнения срыв ракетостроения на родной срыв ракетостроения в роду не знаю зачем мне тут потому что я явно первый буду и космопорт строить и ракеты там сверху плывет ладно поплыли сюда и там сверху у меня плавает каравелла фабрика верфь университет верфь нет давайте вот все купим блин чо я их строю универ верфь угольная электростанция отлично производство тут не хватает жилья так давайте амбар священное место нафиг надо военный лагерь ну театралку тут особо не поставишь хотя что с чудесами панамский канал тоже нафиг надо давайте строителя следующего после амбара все таки там у нас лян универ археологический и верфь второй уровень союза чингисханом 507 золото наличие мали надо когда против компьютера играешь надо не ставить мали потому что университет археологов можем делать университет и ускорили авиацию открываем давайте радио ну что посмотреть алюминий потом пойду в химию самолетиками может быть бразилию заберу где здание районов с фабрикой или в культурные махенджи даро ну что по культуре быстрее идти ну и давайте даже без обработки смотрите клетка 3 еды 2 производства наука и деньги с обработкой еще больше становится так где у нас тут были руинки поехали это уже засуха закончится еще пытаемся украсть так амали меня не осуждал не отдать пока он меня не осудил попробуем право прохода нормально соглашусь это терпимо так крестины там основал мали нет и больше наверно тоже откажется да да жаль а сколько мы уже встретили ребят раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать тринадцать четырнадцать шестнадцать семнадцать еще трое где-то прячутся от меня да историческое место есть и у нас уже так вот археологически строится тут готов ну давайте кстати может на корабли поставим так сделаем и чуть больше больше каперов а археолога я куплю 800 он будет да 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 ну а россия горилл есть россия в игре достойный правитель подобный вам неужели и у россии будет не очень где он шестьдесят четыре восемьдесят три ну да уже уже не ну у него хотя бы культуры типа много давайте хотя глянем где он блин я уже и по да чё то я не знаю почему такая легкая игра получилась я не знаю то производство в каспе дворец потала имеет смысл кстати построить дополнительная ячейка политического курса никогда не бывает лишней так что у нас тут с акведуком только здесь а с промышленной зоной плюс два там хорошо а с а центр коммерции тут есть меня будут сюда давайте мы вавилону вот эту клетку отдадим вот тут будет промышленная зона нормальная кстати да тут плюс один но за счет акведука будет плюс три поэтому давайте акведука здесь строить рабочий сюда пойдет вырубать тропический лес ум мгм такая серия конечно развитие получилось ну и чё дальше я дальше полечу наверно к хмерам и бродильцам стиль за то что они тут пытаются У меня Вавилон отбить, ну как пытаются Они ничего не делают Будем честны Просто уничтожим Хмера и Бразилию Ну на этом я закончу Эту серию, спасибо что смотрите Хочу почитать в ваших комментариях Соображение почему Так слабо Играет компьютер в этот раз У меня только предположение что На этой карте он не может Вменяемо сыграть То есть у меня действительно Получился такой расщепленный фрактал Что мало территории А у меня как раз Норм внезапно Хотя предполагалось что у меня как раз Будет наоборот Слабая территория и я буду страдать Все, продолжение завтра Спонсоры канала продолжение видят Прямо сейчас, всем пока Спасибо что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот кто сделал это видео Пользуясь случаем хочу попросить вас поставить Лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео Со своими друзьями или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране Играйте в умные игры и всем пока